научная беседа около чаепития да поехали да у нас такой жанр научное чаепитие мне очень понравилось как казани на фестивале мы беседовали про науку и религию ну и мы сейчас здесь минске вот этого гостях это прохорович между прочим живой сидит это его квартира просто решили обсудить гомеопатию и связанные с ней возможно некоторые другие вопросы которые связаны там с какими-то недоказанными способами получения помощи и вообще с чем-то темным таким темной энергией что называется в биологических науках мне приводят пример тут кто-то рак лечил от гомеопатии и умер ну блин действительно ну метастазы убирал там но с другой стороны простуда она проходит независимо от лечения конечно но человеку неприятно и он начинает бороться а говоря про то что лучше уж гомеопатия твоя мама имела ввиду что там ничего нет в этих шариках но по крайней мере вреда нет никакого да именно вот это значит пусть лечатся этими шариками которые ничего не содержат у нас консенсус некоторый ну да на самом деле я буду буревестником даже в этом консенсусе потому что у меня у меня тест на правдоподобность не проходит то что на вот на этом лекарстве написано что его развили 200 раз по 100 раз ну да по 100 раз да 200 раз подряд или 100 раз подряд у меня не проходит на правдоподобие я не могу себе представить реально вот какого-то там медработника ну там какая-то девчонка полуобразованная да ей дают этот и говорят делай сто раз ну что она будет считать понятно нет это в промышленном производстве так и делается там скорее всего вообще ничего не получается просто для простоты ну то есть вопрос такой что там реально происходит что там на самом деле происходит на приготовлении лекарств идея была в том что сверх малое разведение действует сильнее чем просто малое разведение в некотором роде есть только здравом смысла в этом например сильнодействующие гормоны либо гормоны либо сильнодействующие яд да они в сверх малых дозах они действительно работают потому что там для гормона для нейромедиатора там несколько молекул хватает ну да а вопрос такой вот можем ли мы понять в целом нет ли случайно в каких-то гомеопатических этих лекарствах на самом деле этих молекул но просто они не сказали что они 20 раз развеяли а не 100 такое бывает были скандалы в сша детям мазь для провязывания зубов камеопатического выписывания и дети травились белодонна там была белодонна в отнюдь не в следовых количествах вот то есть они недосмешивают но если так то можно себе представить что допустим если скандал наступает при смешивании при перемешивании 10 или 20 раз подряд а то при перемешивании 30 или 40 скандала не будет потому что эффекта особого не будет но поехало там при этом есть то есть какой-то гомеопатический прямом смысле слова и дело что регуляторы не следят за гомеопатическими препаратами там немножко они по-другому как на БАДы смотрят по упрощенной схеме ага то есть есть вот мое подозрение перетекает в уверенность что никто реально не контролирует этот процесс возможно это требует проверки я спрашивал у Панчина не отвечает он не отвечает вообще те кто присутствует ну там он сам идет на контакт и разговаривает вежливо и ну по крайней мере пытается отвечать на некоторые вопросы некоторые правду он игнорирует а вот банда которая вокруг него сидит она вообще ну как бы сказать она просто как попугай они твердят одни и те же заклинания когда пытаешься заставить их объяснить что они означают выясняется что они ничего не знают зато сразу называют тебя антинаучным человеком нет вот интересно как на самом деле происходит изучал ли кто-то из них на самом деле когорты немножко разные там есть и миг которые мим проходили и есть которые что-то действительно знают ну заученные фразы да повторяют это есть такое действительно есть такой эффект что повторяют да заученные фразы мне вот интересно вот когда мы говорим о гаевоапатии там наверное ну сотни каких-то если тысячи не тысячи разных лекарств и есть целые исправочник как-то называется но в общем есть и дальше дальше возникает ситуация что проводились в большом количестве какие-то массовые исследования которых людям давали гомеопатические вещества и заведомо пустые вот да и вопрос такой при этом врач который давал он сам ну вот как бы он участвовал в эксперименте он не должен знать что он дает как можно этого достичь если человек прописывает что-то он идет в аптеку и покупает вот как это меня очень интересно как изстроен эксперимент эксперимент контролированный то есть людей случайно разбивают на группу причем человек не должен знать какой он дает да 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 это понятно но это именно в эксперименте а если мы в реальном мире все сложнее вот все сложнее то есть имеется следующее имеется эксперимент в котором грубо говоря кидают камни на земле и смотрят как они летают потом переходят на луну и говорят что ускорение равно же потому что на луне никто не изучал никто не брал реальных пациентов вот этих врачей которые отказывались от проведения обследования отмахиваясь говорили что у меня и так пациентов полно зачем я буду участвовать в этой ерунде и на них переносятся результаты эксперимента проведенного в другом месте с другими врачами согласившимися и с пациентами которые участвовали в эксперименте они не знали что они принимали но по крайней мере кто-то тут точно знал что участвует в эксперименте уж либо врач либо пациент да иначе как можно добиться участия в эксперименте делают так что и врач не знал ну что он участвует в эксперименте а тогда вопрос пациента все таки посылают в аптеку или нет вот этого я не могу сказать в каком то месте в реальном мире пациента посылают в прикормленную аптеку посылают в прикормленную аптеку но так как доктор не знает он не может keywords то есть он посылает в аптеку а потом кто-то направляет этого пациента в какую-то аптеку в которую вот ему подсовывают не чтобы что один совет я к сожалению должен добиться я не могу добиться ни от кого кто изо всех обвиняет гемиопатию ответы на эти интересные вопросы а ответ на любой из них кардинально меняет наше представление о дальнейшем ходе эксперимента. Потому что я считаю, что реально работает именно человеческое участие, на психологическом уровне. То есть в поликлинике врач принимает 5 минут, а гомеопат на платном приеме может быть час-два, беседу с пациентом. То есть то, что писали мне, отвечая, что у гомеопатов в день по 40 или 50 пациентов, он просто не может у них тратить много времени, это вранье. Я, кстати, это знаю, что это вранье, потому что успешные врачи-гомеопаты, которые лечили моих знакомых, они принимают действительно подругу. И вообще... Да, ну а я знаю, у меня реально... Вот с чего все началось? Мне начинают впаривать, что гомеопатия это фуфло. Вот такая формула, гомеопатия фуфло. Что такое фуфло и что такое гомеопатия, человек не знает, но он точно знает, что гомеопатия это фуфло. Он мне это сообщает. А с другой стороны, у меня есть люди, которые говорят, что не просто один раз помогло. Но один раз помогло, могло случиться случайно, безусловно. Человек сам со своим организмом что-то сделал, да? Даже это уже достойно. Ну да. А если человек говорит, что ему регулярно, из раза в раз помогает только гомеопатия и конкретные совершенно вещи, да? Конкретно из нее вот там некий... Будем называть это ритуалом для простоты, потому что это, как бы если мы называем рациональным лечением просто прием лекарств, в которых есть вещества, исправляющие твой организм, это будет традиционной медициной. И врач лишь должен подобрать, какое вещество лучше всего при этой болезни подойдет. То ритуалом называется любой другой вид лечения. То есть ты приходишь, тебе заговаривают, как-то там с тобой общаются. И вот что совершенно точно, да, что эта ситуация, ну, вполне, ну, много раз повторялась с одними и теми же людьми, одними и теми же врачами. Почему тогда Панчин утверждает, что это все равно не работает? Возможно, потому что есть люди, которым это не помогало. Да, конечно, есть. Я не молча, это ошибка выживших называется. Да, есть люди, которые не помогало, но есть люди, которые вот такой ритуал применяют раз за разом. Вот давай исходить из них. Вот эти люди, они, конечно, в экспериментах не участвовали. То есть о том, почему им помогают, люди, которые проводили эксперименты, знать не могут. Они могут предполагать, что это тот или иной эффект. Предполагать. И говорит Алексей, твоим этим самым помогло тот и тот. Но на самом деле в этот момент они совершают обман. Потому что реально они не знают, что именно им помогло. И никогда об этих случаях не вдумывались. Но, как бы, когда создается фон такой вот, фон уверенности, что вот ученые все уже знают, и на самом деле мне не то помогло, а это, возникает такой эффект стеснительности. Вот я много раз видел людей, которые говорят, что, Алексей, ну как бы вроде да, мне помогала гомеопатия, но как я могу это сказать? Ведь сразу же скажут, что я какой-то мракобес, мне вдруг что-то там помогало, чего не должно помогать. И возникает ситуация, ну как бы грубого вмешательства во врачебную помощь в областях темных, в которых еще нет никаких количественных оценок и неизвестно будет ли когда-либо. Но если бы при этом, вот я бы это понял и простил вполне, если бы традиционные лекарства лечили всех и всегда. Вот в этом случае я бы сказал, да, вы молодцы, вы научились лечить проверяемо, а эти люди лечат совершенно непроверяемо, недоказуемо и иногда. И вы молодцы, и вы действительно должны их убрать с этого рынка, с этой вообще территории и лечить своими проверяемыми лекарствами. Но ведь мы же знаем, что это не так, да? С другой стороны, нет таких лекарств, которые лечат всех и всегда. Ни традиционной китайской медицины, ни гомеопатии, ни... Да, да. Нет, называется обычной медицины. Вот, вот я к тому хочу сказать, что на самом деле нету. То есть законы эти не похожи на законы природы. Хотя бы на Луне мы можем сказать, что уже они равно нашему, потому что то-то, то-то, то-то. И описать точную, ну, как бы точную, просто конкретно, почему. Потому что радиус Луны такой, масса Луны такая, мы объясняем, какое там должно быть же. Это чистая математика. Но здесь нет такого, что он вот взял там и объяснил, что за пределами их эксперимента происходит. За пределами он просто ничего не знает. Вспомнил сейчас, насколько уместно будет, я не знаю. Есть такая байка, тоже, наверное, из теории вероятности, из математики, про удачливого брокера. То есть не брокера, а человека, который написал письмо брокеру, говорит, на этой неделе граменное повышение. В следующей неделе он пишет, там, граменное понижение. Да, он в 32. Он взял там 32 письма, отправил, у кого не получили стихотсию. Да, и через 5 раз он стал впарив за деньги, да, через логарифм 32 по основанию двух, стал уже этим людям отпарив, а там уже, ну да, опс, в этот раз не получилось. Ну, в общем, до первого, да, промаха. У нас тоже самое получается. Верхушка азберга в интернете, которая интересуется именно темой гомеопатии, те и высказываются. С одной стороны и с другой стороны. И получается, что там адепты, что тут адепты. С своей точки зрения. Вот они и высказываются. А создается впечатление, что большинство людей разделились на два лагеря. То есть мы слышим только тех, кто там присутствует. Ну да, ну вот хочется понять, все-таки в принципе мы допускаем такую вещь, как, ну вот в принципе мы видим, что разные люди лечатся вообще по-разному. Ну там некоторые просто не лечатся, а просто едут к мощам. И это отдельная история, да, как к этому относятся Панчин и компания, да? И мы хорошо знаем как. Я в кровати лежу, только для примера. Ну да, ты просто, ну ты просто лечишься путем выжидания. Да, выжидания. Вот. Ну вот тех, кто едет к мощам, у них есть внутренняя убежденность, что сейчас они ему помогут. И мы не знаем до конца, насколько помогает действительно давно умерший, но канонизированный человек, да, то есть насколько его жизнь, которую он вел, действительно пропитала место, где лежат его, так сказать, его останки лежат. Это вполне возможно, но это мы не можем отделить от того, что человек едет и уверен в том, что просто это место ему помогло. Я могу попробовать спасти с рациональным мышлением. Но рационального сложно будет, да? Возможно, у человека снижается уровень стресса, снижается уровень гормона кортизола, который терроризирует организм. Увеличится, допустим, эндорфина, то есть, грубо говоря, головой радости, не радости даже, как бы это сказать, удовольствия, что ли. Ну, ожидания, предвкушения, он чего-то предвкушает, да? Да, это фамилия, ожидания, предвкушения. А, вот-вот-вот. Это как в христианстве радости и печали вот это вот. Да-да-да. То есть, эти все эффекты, которые описаны в книгах, они имеют, ну, как обычно, на самом деле, все, что мы вначале знаем из каких-то древних книг, потом мы начинаем исследовать, как это работает на языке современной науки. И формализовать это как-то. Да, и это нормально, это нисколько не умаляет значение древних книг, потому что писались они тогда, когда люди еще не могли просто понять по-другому. Ну, это наша христианская точка зрения, да, стоит в том, что кто-то большой, великий, там, Господь Бог это все знал, но на языке людей не мог это тогда изложить, а потом уже изложил на языке людей. Но это как бы немножко нас все равно уводит в сторону, это вопрос философски-религиозный. Вопрос, который я вот, что мне не нравится, это что происходит, ну, вмешательство в некий цветущий сад. Вот есть цветущий сад разных методов лечения. Разные люди здесь в разных местах. Кто-то идет только к традиционной медицине. Если она ему не помогает, спокойно ложится на одр и умирает. Кто-то пытается сразу идти к мощам. Кто-то идет к гомеопату. Кто-то вначале пользуется традиционной медициной, потом, когда она не помогла, он едет к мощам. Кто-то делает еще что-то. Кто-то утверждает, что гомеопатия на самом деле может и помогает, но она дьявольская отродья. И меня ничего нельзя. Есть у Дворкина. А Дворкин сектовед. И такое тоже имеет место. Есть много разных людей, по-разному считающих, как поступать, если они заболевают. И есть много историй успеха в разных местах, которые не подтверждены, не доказаны формально, экспериментально, не проверены, потому что слишком разнообразная область. Нет понятия репрезентативный потребитель, если все потребители жилкорады. Вот это такая аксиома. Нету. И люди, которые со мной там спорят, просто этого не понимают. Но то ли они выключают в этот момент мозг, они начинают мне впаривать, вы не понимаете, что такое репрезентативный потребитель. Я говорю, да вы не понимаете. Спасибо, я изучил, я учился в РЭШ на Мехмате, а РЭШ закончился с особым отличием, сейчас я буду какашками бросаться. Ты смотрел, что диссертации начали придираться? Ну, диссертации придираются, потому что этот человек одно конкретное утверждение смог проще, немножко проще доказать. Он действительно специалист в этой области. И он, ну как бы, он имеет некоторое право претендовать, что в этой конкретном, вот в этих конкретных трех страницах 258-страничной диссертации, 268, он разбирается лучше, чем я в этой тематике, это вполне нормально, один ученый может разбираться лучше. Другое дело, что когда он говорит, что я просто некомпетентен, на этом, ну конечно, это уже какой-то перегиб, ну и потом еще диссертация состоит из многих других страниц. Но суть в том, что диссертацию я выложил, и каждый может ее прочесть, она в интернете. И, в общем, здесь все... Ну, я имею в виду, что каждый... Ну, каждый может понять, оценить, насколько она сложна, насколько она пуста. Насколько она интересна, это немножко сложнее, потому что, чтобы знать, насколько диссертация интересна, нужно в теме быть очень глубоко. Или, как там говорят, научная новизна еще. Ну да, научная новизна там, безусловно, есть очень большая, а вот нужна ли эта научная новизна данной науке, это вопрос, который только мы внутри себя, но для этого существуют советы эти все диссертационные. Да, любое открытие даже в естественных наук, неизвестно, к чему она приведет. Ну да. И следом неизвестно, к чему приведут. То есть я не против того, что она на меня наезжает, но я вывесил ее, чтобы все видели, чтобы каждый мог решить, кто из нас прав. А вот здесь все сложнее, потому что ничего нельзя вывесить. Я не могу вывесить все результаты всех исцелений. Между прочим, это бы надо сделать. То есть что бы я сделал, если бы я был объективным, научным исследователем эффекта гомеопатии и других темных сил, каких-то непонятных, или светлых сил на здоровье человека? Я бы первым делом собрал поле просто примеров. Очень много. В моем окружении из двух тысяч человек. Порядка двух десятков чрезвычайно фанатично готовы про это рассказывать. Единственное, что вот эта вся истерия, она заставляет их молчать. То есть они уже сделали истерию и заставляет их молчать. После здравой, но чтобы было научно, надо еще и контрпримеры. Да, естественно, и контрпримеры у меня тоже есть. У меня есть друг, который говорит, что его сыну не просто не помогает гомеопатия, что она ухудшает его состояние. Что, кстати, тоже довольно интересно. Если того чего нет, то почему она ухудшает? Но это тоже. И вот это надо пособирать, грубо говоря. Значит, с этого можно попробовать начать. Если мы после этого сможем построить какую-то на этом науку, то мы на этом успокоимся, науку покажем. Если мы не сможем, мы скажем, хорошо, не получилось, исследование полевое у нас не вышло, но у нас есть эксперименты в среднем, двойные слепые, они говорят, что вообще говоря, в среднем ничего не работает. Я оставляю в стороне споры. Там идут споры между... В интернете некоторые люди ожесточенно спорили, говорят, что нет, работают, вы фальсифицируете результаты, говорили, они панчены. Вот на эту точку зрения я совершенно не собираюсь вставать, потому что все, что я знаю про эффекты вот такого вот рода, там типа как мощи действуют или что-то еще. Никогда не получится это доказать. Никогда, в принципе. То есть люди, которым это помогают, будут всячески избегать вообще исследований. Я вообще... вот чего я в жизни ненавижу? Я ненавижу упрощения и бессмысленных обобщений. Когда вот у тебя есть результат, ты о нем и доложи. Ну конечно. Не надо обобщать, не надо говорить, что... По механизму, кстати. Да. Буквально пару слов. Тот же кортизол, он влетает в иммунитет, в иммунную систему вообще. А что это такое? Иммунная система как... Нет, 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 кортизол. Кортизол гормон стресса, грубо говоря. То есть если человека третируют... Ааа, да. То есть если на тебя напали гопники и тебе страшно, то в общем ты уже не боец. Уже в этот момент, да? А если тебе напали гопники и тебе не вызвано кортизол, то ты вплюнул в харию и дальше пошел. При заболевании настроение ухудшается. Человек в страсте, что он заболел, что делать, как там это. Когда лечится по интернету, главное правильно составить запрос. Зачесалось колено, сколько жить осталось. Да. Ну да. Ну и еще, почему я это не люблю? Потому что я видел это в экономике очень много раз. Там тоже есть классические теории, репрезентативный потребитель, там то сё. Все в помойку пошли, в общем, на самом деле. То есть это как бы все, это все изучается в вузах, просто чтобы натренировать людей работать. Это как средний человек. Ну как бы средний человек, да. У среднего человека одно яичко и один яичник. И сиська тоже одна, да. Посередине причем. Потому что в среднем, между этим, это поражение. Ну и то же самое с музыкой, да. То же самое с сыр, да. Ни один сыр не похож на другой. Сыр, который делается четко по французским традициям на Валдае, по вкусу не имеет отношения к французскому. Там все иное. Но попробуй это измерить. Да как это измеришь-то? Да. И не все его любят. Тоже попробуй измерить. Тоже попробуй измерить, да. Что вкуснее? Тоже попробуй измерить. В среднем музыка плохая, да. В среднем, конечно же, выйдя на улицу, там попса играет. Но это же не значит, что нет, Моцарта нет. Но кому-то нравится, допустим. Кому-то нравится попса, да. Кому-то и попса нравится. То есть тут огромная усовщина, да. И кажется, что в медицине она тоже. И что бы я действительно сделал на месте Панчина? Я бы сказал, что, во-первых, проведены слепые эксперименты, которые показывают, что в тех случаях, которые мы видели, в среднем, по крайней мере, если кто и действует, то только врач и его заговор, но не лекарство, потому что видно, что лекарство совершенно один какое-то. Второе. Мы были в аптеках и проверяли много разных лекарств. И в них действительно химически ничего нет. И они выполнялись по тем инструкциям, которые в них написано. А это уже они не сделали. А в инструкции написано, если не удается определить состав и количество действующих вещества, ну там априори его, то качество определяется, исходя из состава вспомогательных веществ. Это фармкопея, прямо прописано. То есть они проверили там химическое вещество, лактозу, лактозу, фруктозу проверили, качественное, значит можно проверить. Ага. Прекрасно. Ну то есть, да. Но вот идея такая. Например, если у нас на типовой объем нормальный, 10 молекул, это в принципе можно как-то проверить или невозможно? Можно. Я думаю, что можно. Можно. Газовый масс-пектрограф. Тогда вопрос. Почему бы не взять масштабное исследование того, что лежит в артиках? Масштабное, большое. Это очень интересно. А вот кто этим займется? Да. Этим должен заниматься патчет до того, как писать неморандум. Потому что иначе это полная халтура. Нет. Только провел слепое исследование и сразу просто пишет с далекоидущими выводами, не проверяет ничего, да? Там не просто слепое исследование. Там целый мета-анализ слепых исследований, астралийский Мездрав и все прочее. Но все-таки, если мы не проверяем, что у нас лежит в аптеке, то непонятно, к какому миру эти слепые исследования прикладываются. Мы не понимаем, к чему вообще они приложены. Идея в том, что выше разведения С12 нет ни одной молекулы. Точнее, вероятность одной молекул меньше 1,2. Потом меньше 1,4. Это все очевидно. Да, да. И при этом... Но если верить, что они действительно так разлоят, да? Вот эти вот медсестры. Это да. Это хорошая поправка. И при этом меморандум не запрещает вероятовать. Он просто рекомендует тем, тем, обратите внимание. Или маркировать. Ну вот я бы предложил им его переписать так, чтобы он не звучал агрессивно. И ну прекратить вокруг этого войну. То есть вот если какие-то люди регулярно лечатся гомеопатией и им это помогает, пусть лечатся дальше и пусть это им помогает. Это совершенно ясно. Если это не угрожает их... Ну как бы да, мы же не можем про это уже не перезал в эти случаи. Если не ухудшает состояние. Ну да, но если там ничего нет, то как оно может ухудшаться? Это состояние хочется все-таки, чтобы гомеопат посылал к реальному доктору. А тут еще тоже мишенина. Вот как я понял, многие доктора наполовину гомеопаты наполовину реальному. Есть такие, даже в политлиниках полно. Да. Мне гомеопатию выписали. Я ругался с Минздравом по этому поводу. Точнее не ругался, а писал. Ну вот мне один человек сказал, Алексей говорит, все выглядит так, что врач смотрит, что случай непонятный и сложный. И думает, так если непонятный и сложный, я выпишу лучше плацебо. Либо фигня, вдруг поможет само собой. Либо у тебя фигня какая-то, и ты говоришь, доктор, дайте хоть что-нибудь. Да. Или, может быть, ты сам скажешь, что у тебя болезнь. Да. Но опять же, во всех этих случаях давление, вызванное меморандумом, вот это давление науки, оно тебя действительно подавляет, как ты говоришь, вызывает вот этот эффект потери иммунитета за счет вот этого стресса. Да, не исключено. И одновременно, да, и одновременно тебе вот мешает, возможно, воспользоваться такими практиками, которые совсем уж безумны, но помогают. И вот это тоже, вот здесь я тоже возражал бы, я бы не хотел, чтобы в области, в которой еще далеко не все закрыто, это не физика, в которой законы ясны, а в ней кто-то бы навязывал вот доминирующим образом один способ поведения всем при лечении, и тем самым, да, кто-то, может быть, спасется, не обратившись при раке четвертой степени гомеопатии или какой-то четвертой гомеопатии. Хотя иногда бывает вспомненное ремиссии, невзирая ни на что. То есть человек может, допустим, той же гомеопатией полечиться, может соду попить, и ему внезапно после этого полечиться, невзирая на независимого. Ну да, независимо, но мы достаточно плохо облегкаем, но мы не знаем. Надо понять, что мы этого не знаем, надо тон меморандума совершенно категорически изменить. Мы ничего этого не знаем, мы провели некоторое количество исследований, много слепых двойных экспериментов, которые, кажется, говорят, что если честно готовить гомеопатические аппараты, то это то же самое, что давать плацебо. В среднем, возможно, плацебо тоже не работает, но это ничего не значит про конкретного человека, он может себя сам убедить. Вот этим ограничиться и опубликовать, и сказать, что да, мы извиняемся за первоначальную редакцию, которая была категоричной, и благодаря которой, из-за которой, многие люди не смотрели воспользоваться привычным способом получения помощи, и, возможно, даже уже на том свете на нас смотрят. Я не могу ничего прокомментировать, и я свое мнение экспертное не могу унастить. Агрессивная компания против гомеопатических средств экономически, очевидным образом, поднимает цены на обычные средства. А они и так очень сильно завышенные, ну, как завышенные, в смысле, они очень высокие. Я не буду судить, если он завышенный или нет, но каким штатом. Ну, монополия, монополия, когда не встречает. То есть, если ты знаешь, что человек придет только к тебе, ну, ты можешь ему продать очень дорого. Дело в том, что компании, которые производят гомеопатию, они одновременно производят и нормальные препараты. Это одни и те компании, да? Некоторые из них. Ну, нет, не все, да. Не все, но некоторые из них. Ну, по-моему, там, Pfizer, еще что-то такое. В общем, здесь еще есть интересный экономический, который тоже не изучен. Интересный, экономический, как это все влияет. Но вообще принцип такой, если грубо вмешиваться в какую-то экономику, то обычно несуразности начинаются очень серьезные. То есть, кто-то за счет этого сильно выигрывает, кто-то за счет этого сильно проигрывает. Все по сравнению много. Много. Кажется, что конкретных проблем медицины гораздо больше, чем проблема того, что кто-то пытается лечиться гомеопатией. Абсолютно, да. И фокусировать на этом. Ну, кстати, Панчин это, возможно, и понял. Он потом сказал, давайте оставим только гомеопатию, давайте вот у меня список расстрельных аппаратов. Расстрельный список препаратов. Да. Но это, конечно, тоже вопрос. То есть, я бы аккуратно вообще к этому относился. Если у нас очень много неясностей, кто, чем и как может лечиться, то снижение, в принципе, числа препаратов, которыми вы можете лечиться под давлением этих всех списков, ну, к чему приводит? Ну, к тому, что либо вообще совсем в знахарство все уйдут. Ну, видишь, ничего не помогает. А эти нельзя, потом Панчин сказал, что нельзя. Пойду я к тетке-знахарке, она сейчас к меня там заговорит. То есть, только еще хуже будет. Это вот идея, что, ну, как еще хуже, в смысле, еще непредсказуемая все. Список Никита Жуков написал, врач-невролог. Ну, вот это вот такие вещи, конечно, я бы с ними не шутил. Я бы не писал таких категорических текстов, я бы этот вопрос изучал гораздо более серьезно. Но я уже привык, экономисты так же поступают. Нет, в целом мне понравился список. Там есть пара неточности. Есть отличный пример тоже человека, который сто процентов скажет. Когда он ходил на протяжении полугода к терапевту, к одному и тому же, да, и он, ну, что поделать, ну, не знаю, я что с тобой. Говорит, ты, может, к бабке сходишь. Ты врач, врач в поликлинике. Говорит, ходи к бабке. Может, она тебя улечит. Ну, да, конечно, в больнице тоже есть такое. В больнице, что там было. Пациенту плохо. И сестра прибегает к врачу, пациенту говорит плохо. Не говори так никогда. Не думай, что пациенту умеет плохо. Что там думаешь? Да пациент думает, что она умерла. Да, да. Он мне говорил, что Фоменко не прав, у них есть доказательные какие-то базы, еще что-то. Это очень похожая история. Пока ты в этом не разбираешься, не начнешь что-то утверждать. А вот такие... В момент, когда математик, который... В момент, когда математик... Да, который восполняет в историю, да. И стал тоже... Он тоже проводил эксперименты. Он смотрел на какие-то математические закономерности. Там дичь какая-то. Да, у математик есть претензии там по одному, но есть историки, которые говорят, что это просто бред от начала до конца, но мы формализовать этого не можем. В нашей науке нет этого. Нет такой формализации. То есть, как бы, мы просто знаем, что это ахинея, что... В истории же... Историю пересекается с множеством новых, на самом деле. Да, но вот то, что другая там... Там и лингвистика есть. Главное утверждение, что другая, совершенно другая хронология. Все историки в один голос говорят, что это полная ахинея. Вот от начала и до конца. Но никто не может это формулировать. Даже интернет физика, на самом деле, в истории имеет место. Ну, знаешь, чертоглажный, как датированный. Да, но он там плюс-минус очень много лет. Нет, по праву сейчас. Нет, радиоглажный нормальный. Но он как тревогой. Ограничение до пятидесяти. А, ну... И только органику можно смотреть. В среднем до пятидесяти считать. Ну, как-то... Чем дальше, чем дальше получается получается. Это как раз обходится. Это как-то объясняет. Это хронология, годичный год. Ну, наверное, тоже как-то... Нет, он как-то обходит. Нет, единственное, что действительно нельзя обойти, это мнение специалиста-историка, настоящего, который всю жизнь в ней варился, что это полная ахинея. Я бы этому доверял. Потому что человек, занимающийся одной и той же наукой долго-долго, он в ней валится лучше. Ну, не знаю, к вам придут и начнут объяснять, что кошка-это собака. А может, не тянет, да? Ну, как объяснить, что нет? Ну, вот четыре ноги, вот там что-то еще. Ну, ты просто знаешь, что тром, что кошка-это не собака. И все, высказали. Про личный опыт. Про личный опыт в доказательной медицине. А-а-а. Он считается тоже ниже плинтуса. А вот я не понимаю, почему. Потому что личный опыт, это в основном накопление ошибок. Ну, вот я бы с этим поспорил. Если у тебя миллион историй, а реально, если у меня из двух тысяч их двадцать, то значит, на всю Россию, наверное, миллион. Историй успеха, и каждый из них готов, так сказать, рассказывать не просто про однократное исцеление, а про многократное повторенное. Успешные люди пишут книги о своей карьере. Ну да. Джобс там. Но это же не значит, что успешных людей нет. Билл Гейтс. Да. Они есть, но и единицы. Не совсем единицы. Тут-то у нас много опыта. А сколько из них прогорело? Да. То же само собой, верно. Но все-таки, если истории с астрологией я действительно, ну, что-то как бы даже в моем кругу нет, истории ни одной, что она как-то людям реально помогла, то с гомеопатией много даже в моем кругу, что кажется уже подозрительным, что вот, наверное, личный опыт все-таки значит. А в пределах России... Их много, я немного. В пределах России хорошие фильмы выпускали, а идущих чертов, ты, может, видели или нет. Расследование Бориса Соболева, журналиста, на втором, по-моему, канале. И, боюсь, соврать, по-моему, на РТР. Про что он? Про экстрасенсов, гадалок, как эта передача называется на РЕН-ТВ. Ну вот в этом я совсем не компетентен. Вот здесь я не готов вообще рассуждать. Когда же люди экстрасенсы соревновались? В России очень много. Ну, я не знаю, да. Сейчас эти люди стали известными, открывали себе кучу салонов, которых прием стоит каких-то десятков тысяч рублей. А этих приемов... Правда, столько, чтобы продать квартиру. Действительно, есть такие истории. Нет, я не видел этих людей. То есть я как бы... Я уже скурился когда-то. Ну, так, что это? Я видел докторов из матнаук, которые объясняли, что им помогает гомеопатия, помогает регулярно, абсолютно, повторяемая и так далее. Но не видел ни одного доктора наук, ни одного своего разумного знакомого, кто бы сказал, что он из астрологии что-то получил. Может быть, такие есть и молчат. Может. Но мне они неизвестны. То есть я не готов здесь ничего сказать. А про гомеопатию готов. Что? Я не считаю, что личный опыт в данном случае. Наоборот, мне кажется, что ниже Плинтуса, это ученый, который, игнорируя личный опыт, говорит, нет, так как мы провели слепое исследование, мы даже не будем слушать эти личные истории. То есть я бы здесь... Я бы методологию здесь зачерпнул. Может быть, все-таки это механизмы того же самого личного участия врача. Ну, например, нет, ну что угодно. Нет, я бы готов допустить что угодно. Что угодно. Хоть это, хоть то. Но важно следующее, что ученый допускает что угодно. Ученый не может изначально идеологически запретить какие-то вещи. Вот взять и запретить. А панчинс компании ровно это и делают. Но они не запрещаются. Ну, не запрещаются, но как бы они, конечно, не запрещают, но они создают давление в обществе, которое, так сказать, в эту сторону ведет. И вот это проблематично. Это, мне кажется, большой проблемой. И, конечно, я бы призвал личный опыт изучать, там, систематизировать, если это возможно. А если нет, про него не рассуждать. То есть, вот как бы у нас есть большое количество свидетельств людей, что им помогала гомеопатия. Пусть просто оно будет и все, вот это количество. Ну, а ученые скажут, ну вот как бы слепые эксперименты это не подтверждают. Ну, ладно, не подтверждают. Ну, слепые эксперименты, там, у них когда-то там, они даже какой-то совсем уж безумный эксперимент проводили, мне давал ссылку один казанский физик, что молитва, оказывается, не помогает. Ну, понятно, что это уже бред сивы копылы, граничащий с максимальной степенью шарлатанства, потому что ни один человек, ни один верующий настоящий не пойдет ставить эксперимент, помогает ли ему молить. Вы просто не один. Ну, это аксиома, да? И понятно, что здесь... Это не тот эксперимент, великий болельный эксперимент. Я тоже не знаю. Когда врачи после операции на сердце сказали одной группе болеть, что за них будут молиться и за них молились. Второй группе сказали, что за них молиться не будут. На самом деле молились и третьей группе сказали, за вас молиться не будут. Четвертая группа сама молилась. И осложнение было больше в той группе, которым сказали, что за них будут молиться, и молились. В общем, это в любом случае полная чушь. От начала и до конца. По причинам, которые очевидны каждому из нас, на самом деле. Но почему-то Панчин, например, или вот этому чуваку из Казани, это не очевидно. Он считает, что это эксперимент нормальный, что-то продемонстрирующий. Это пройдет эксперимент? Ну, скорее всего. Но он здесь за мнением специалистов. Понятно, что люди не будут, ну, вот, ни один верующий не продаст свою веру ради какого-то научного эксперимента. Ну, не пойду я, если мне предложат участвовать в таком эксперименте, я просто пошлю на три веселых буквы. И вылукаются в матерных выражениях в использовании их. Ну, понятно, что это очень, ну, как бы очень личный опыт. Это, там, и потом молитва, на самом деле, это разговор с Богом. Это не только ради помощи делается. То есть это, ну, и вот они вот агрессивно лезут всюду. Они вот не только в гомеопатию. Ну, Богу с ней из гомеопатии, в конце концов. Они лезут везде. И, как мы видим по примеру Панчина, в религии они лезут тоже. И вот, как бы, вот эта комбинация, да, они агрессивно лезут везде. И вот ученый не может лезть агрессивно. Ученый – это скромный человек, аккуратно говорящий, что мы провели некоторые эксперименты. У них какие-то результаты. Он не должен обобщать. Моя жена тоже лезла в мой алкоголизм. А я говорю, нет. Мне это нравится. Ну, а ты ничего не понимаешь. Это другое. Это личное отношение. Да, это, конечно, моя жена тоже. Чего, они пьют. Ну, в общем, на самом деле, ученый отличается от неученого тем, что он всегда сомневается. Вот это вот шобла, значит, никогда не сомневающихся людей, повторяющих одни и те же, как попугаи, заклинания. Это неученые вообще ни разу. И я, значит, я снимаю, вот я Саватеев Алексей, популяризатор математики, я завершаю это видео. Я снимаю со всех вот этот вот стыд признаться, что вам помогла гомеопатия. Признавайтесь, и мы обсудим эти случаи. Ну, пусть комментарии пишут. Да. Абсолютно положительно. Абсолютно, да. Я снимаю с вас этот стыд. Я, как Гитлер сказал, я освобождаю вас от церкви, меры стыда. Но вот у меня здесь наоборот. Я освобождаю вас от давления этих псевдоученых. Популяризация науки никакого отношения к этому всему не имеет. Популяризация науки популяризует научные методы, а не обобщение научных методов, идущие очень далеко. Продолжение следует...